Когда речь заходит о тренировке трицепса, нам понадобятся две вещи. Во-первых, это шведская стенка. Во-вторых, нам требуется понимание того, как работает трицепс, что делает эта мышца. Потому что без понимания этого ничего не получится. Скажу честно, мне было очень и очень весело читать рассуждения диванных экспертов, что без тяжелых отжиманий на брусьях трицепс не будет расти и прочую ерунду. Дело в том, что трицепс в отжиманиях, на брусьях, да и вообще в любых других упражнениях задействуется в ограниченной амплитуде, ровно в той, в которой вы разгибаете руку. Собственно, что такое трицепс? Это одна мышца, состоящая из трех пучков, которые вот у вас здесь видны все. И они в целом отвечают за то, чтобы разгибать вашу руку. То есть вот у вас рука согнута, вот разогнута. Вот за это действие, за разгибание предплечья, разгибание руки в локтевом суставе. Больше ничего трицепс не делает. Таким образом, когда вы выполняете отжимания на брусьях, вот, допустим, вы опустились, вы начинаете себя выжимать, что у вас работает? Трицепс? Хрен вам, а не трицепс. У вас работают в первую очередь грудные мышцы, потому что у вас отведено плечо, и вот вы его приводите, вот. У вас идет приведение, вот первая фаза, которая происходит в отжимании на брусьях, у вас идет приведение плеча. И только потом идет отжимание, собственно, за счет трицепса, да, вот эта вот часть. Вот у вас рука согнута, вот так будет понятнее, да, вот она разогнута. Вот в этой части у вас работает трицепс, да. Остальное работает грудные, и действительно, брусья это в большей степени упражнение для грудных. Почему его не стоит выполнять с акцентом на трицепс? Я расскажу в каком-нибудь другом видео. Есть определенные моменты, почему так не стоит делать, если вам важно здоровье ваших суставов. Но, тем не менее, в принципе, трицепс задействуется. Но это не целевое упражнение. С другой стороны, есть упражнение, в котором трицепс задействуется на 100% и является основной работающей мышцей. И я сейчас говорю о всем известных отжиманиях Ганнибала, о трицепсовых разгибаниях, которые стали очень-очень популярны среди уличных спортсменов, среди воркаутеров, именно после просмотра видеоролика с Ганнибалом, где он выполнял это упражнение вообще одной рукой. И трицепсовое разгибание является ключевым упражнением для тренировки трицепса, потому что все движение, которое выполняете вы, оно происходит в одном единственном суставе. Оно происходит только в локтевом суставе, и оно происходит только за счет трицепса. То есть единственное, что происходит в движении, вы разгибаете руку. Что мы теперь знаем? Мы знаем, как работает трицепс, для чего служит эта мышца. Она служит для того, чтобы разгибать руку. Как сделать ее сильнее? Нужно давать ей большую нагрузку в качестве сопротивления по отношению к тому движению, которое она стремится выполнять. То есть если трицепс у нас разгибает руку, мы должны мешать ей разгибать руку. И чем сильнее мы будем мешать, чем больше сопротивления мы будем создавать, тем сильнее с течением времени, с течением тренировок она будет становиться. И вот здесь мы подходим ко второму моменту, к нашей шведской стенке. Когда мы тренируемся на улице, а не в тренажерном зале, и у нас нет возможности взять и просто добавить дополнительный вес на штангу, на гантели, взять его чуть побольше, нам приходится использовать свое собственное воображение для того, чтобы изменять уровень нагрузки. И когда дело касается трицепсовых разгибаний, то это упражнение действительно очень сложное. В первую очередь именно потому, что оно односуставное, то есть у вас работает только трицепс. Поэтому важно подобрать тот уровень нагрузки, который позволит вам выполнять сейчас определенное количество повторений, которое будет для вас развивающим. Потому что если вы выберете слишком легкий уровень нагрузки, то это будет такая ОФПшечка, физкультура и больше тонизирующие такие упражнения, рост они дадут. Если вы выберете слишком тяжелый уровень упражнения, то вы не сможете, во-первых, его выполнять нормально, у вас будут косяки по технике и нагрузка будет уходить с целевых мышц. Во-вторых, у вас возникает риск травмы организма, что тоже не очень хорошо. Поэтому вот оно, вот оно замечательное изобретение человечества под названием шведская стенка, от которой лучше всего и будет тренировать трицепсовое разгибание. То есть видите? Оп, оп, замечательно. Чем хороша шведская стенка? Конечно, это не самый лучший экземпляр, если получше, где больше перекладинок и больше возможностей для регулирования уровня. Но тем не менее. В упражнениях с собственным весом очень часто уровень нагрузки регулируется за счет угла наклона. То есть чем вы более горизонтальны, тем будет больше нагрузки. Чем вы более вертикально находитесь, тем будет нагрузки меньше. Все как в обычных отжиманиях. То же самое со шведской стенкой. Если вы будете браться повыше и делать трицепсовые разгибания повыше, то вам будет легче. Однако здесь еще есть внизу ступеньки, и чем ниже вы будете опускаться по мере роста вашего уровня, тем вам будет делать, естественно, это упражнение сложнее, больше нагрузка, лучший результат. Если мы говорим про ганнибалы и про те отжимания, которые он делал, то примерно высота была вот такая. Это где-то между первой и второй ступеньки на шведских стенках от компании Кенгуру. И он еще делал отжимания одной рукой. Это вообще что-то невообразимое. Трицепсовые разгибания. Это лучшее упражнение, которое только можно придумать на трицепс. У него есть все плюсы, которых нет в отжиманиях на брусьях. Смотрите сами. Во-первых, возможность регулирования нагрузки и адаптации ее под себя. На брусьях ее нет. Здесь у вас она максимальна. Вы можете выбрать высоту, на которой вы отжимаетесь, вы можете выбрать ширину, на которой располагаете руки, и таким образом подобрать нагрузку именно под свой текущий уровень, и кроме того, увеличивать или уменьшать ее. Во-вторых, у вас работает только трицепс, то есть только та группа мышц, которая вам необходима. При этом грудь у вас не задействуется, плечи у вас в безопасности, и немного, естественно, качаются прессы ноги, но по большому счету работает только трицепс. То есть вы работаете именно на той мышечной группе, над которой вы хотите работать. Таким образом, те два недостатка, которые есть в отжиманиях на брусьях, здесь они отсутствуют, что делает это упражнение намного более интересным с точки зрения выбора именно того упражнения, с помощью которого прокачивает трицепс. Поскольку очень многие жалуются на то, что в своих роликах про ошибки я только рассказываю о них, но сам ничего не показываю, то в этом ролике я решил заодно и показать, как выглядят трицепсовые разгибания в моем исполнении. Очень важно обратить внимание на то, как именно вы выполняете упражнения. То есть, если вы хотите получить отдачу именно в виде роста мышц, в виде роста силы, то вы должны быть сфокусированы на выполнении упражнений, на преодолении сопротивления. То есть, когда вы делаете трицепсовые разгибания, во-первых, в обязательном порядке добавьте паузу в конечную точку на одну секунду, то есть вот задержку для преодоления сопротивления. То же самое, когда вы опускаете себя вниз, вы должны подконтрольно сгибать руку и опускать себя вниз. На этом все на сегодня, а за мной остается еще два ролика, в которых я покажу эффективные альтернативы брусьям для прокачки грудных мышц и для прокачки плеч. С вами был Антон Кучумов, подписывайтесь на канал и увидимся на уличных площадках вашего города. Пока! Делает качки по Вилану! Ага! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...